Джефф Томпсон 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 бразилец, был значительно меньше остальных. Его звали Хойтс Грейси. Он не казался каким-то особенно устрашающим и мощным. Видев, что он вступает по комплекции остальным, мы с Робби думали, что с ним быстро разделываются. В кулачных боях размер значил все. Или, по крайней мере, нам так казалось. Мы с Робби сидели у меня в гостиной и с благовением смотрели, как Хойтс побеждает всех троих своих соперников. Он просто сбивал их с ног и проводил удушение с помощью приема в джиу-джитсу. Три поединка продолжались менее пяти минут. Я был поражен тем, что сделал Хойтс. У меня не было слов. Этот паренек смело входил в клетку с огромными соперниками и спустя несколько секунд вынуждал их сдаться. Той ночью я почти не спал. Я никак не мог выкнуть из головы то, что был способен сделать Хойтс Грейси. Я сам был небольшим пареньком, над которым любили поиздеваться ребята постарше и посильнее, и поэтому не мог не проникнуться мастерством Хойтса. Это может показаться смешным, но я готов был расплакаться. В то же самое время я испытывал чувство облегчения, так как кое-что понял. Хойтс казался тихим и мягким, но он занимался бразильским джиу-джитсу, борьбой, которую раньше никогда не слышал. Я подумал, если Хойтс Грейси может это сделать, почему я не могу? Он демонстрировал физические движения, а не волшебные трюки. Я в то время не обладал большой силой и агрессивностью, поэтому бразильское джиу-джитсу, в котором они не играли важной роли, очень мне подходило. Я и раньше надеялся, что боевые искусства могут помочь мне противостоять более крупным соперникам, а теперь впервые увидел это на практике. Это было возможно. Приемы джиу-джитсу позволяли быстро и эффективно справляться с противниками, не нанося им повреждений, что также усиливало привлекательность этого боевого искусства. На следующее утро, придя в Делосаль, на занятия по самообороне, мы вместо отжиманий и упражнений на коврике катались по полу, пытаясь разобраться, как проводить удушающие приемы. Я понятия не имел, как или где мне следует искать, но знал, что должен найти человека, который научит меня этому, что я видел в исполнении Хойтса Грейси. В Ирландии в 1996 году никто не занимался бразильским джиу-джитсу, поэтому мне пришлось расширить поиски. Я выяснил, что Джефф Томпсон ездил в США и тренировался там с членами семьи Грейси, семьи, которая имела прямое отношение к основанию бразильского джиу-джитсу. Джефф также демонстрировал некоторые борцовские приемы в журналах. Когда я впервые увидел эти приемы, то даже не понимал, что они взяты из джиу-джитсу. Я вырезал все его статьи и собирал их в папки. Приемов было много. Рычаги, локти, удушение, освобождение от захвата и так далее. И для каждой их разновидности у меня была отдельная папка. Я извлекал всю возможную информацию из других журналов, книг и видео. Папки становились все толще. И они скоро стали основой наших занятий. Прежде чем показывать там эти приемы, я отрабатывал их с мамой и братом. Нет нужды говорить, что проб и ошибок было много. В конечном счете мы стали заниматься в школе. Educate Together на Лоретто-Авеню. Я когда-то ходил в начальную школу на этой улице. Хотя в то время мне было 20 с небольшим лет, занятия вышли на более серьезный уровень и приобрели популярность. Я вел их несколько раз в неделю, преподавая кикбоксинг и грэпплинг, и в то же время пытался сам во всем этом разобраться. Хотя в занятиях наблюдался определенный прогресс и росла уверенность в себе, меня по-прежнему беспокоило то, что мне так и не довелось поучаствовать в уличной драке после того, как меня избили. В этом, конечно, не было ничего удивительного, так как я никогда не искал неприятностей. Я гораздо больше узнавал о том, как надо драться, и определенно чувствовал, что уже лучше подготовился к возможным потасовкам. Однако я не знал этого точно, поскольку еще не проверял на практике, и подобная проверка, естественно, означала настоящую опасность. И тут я снова мог ориентироваться на Джеффа Томпсона. Если бы я, как Джефф, поработал у дверей баров и ночных клубов, это дало бы мне возможность непосредственно противостоять своим страхам. Я помнил, как меня избили на глазах моей подруги, и не знал, смогу ли когда-нибудь избавиться от терзающих меня воспоминаний. Но я чувствовал, что должен был это сделать. Если я буду работать выше баллой, то окажусь в ситуации, когда у меня не будет возможности отказаться от самозащиты. На тот момент я как раз только что перестал жить в доме родителей, и по совпадению парень, с которым я жил в одной квартире, оказался выше баллой. Это также навело меня на соответствующую мысль. Мне тогда был почти 21 год, но выглядел я не старше 15. Я был невысокого роста, худощавым, с мальчишеским невинным лицом. Задатки грозного выше балла, да? Я всегда выглядел моложе своих лет, и это особенно проявилось в тот период. Но все-таки мой сосед по квартире знал, что занимаюсь боевыми искусствами и приемами самообороны, и мог предложить мне работу. Итак, молодой человек, который так и не сумел проявить себя должным образом в уличных драках, стал следить за порядком у дверей некоторых самых оживленных баров и ночных клубов в Дублине. Я работал в разных местах, но чаще всего в районе Темпл Бар, в Большом Баре, Теркс Хьот и ночном клубе Рец, возле моста О'Коннелла. И с самого начала, ночь за ночью я подвергался нападкам. Времена, когда я стоял у входа в класс и следил за проявлением директора, пока остальные играли в королевскую битву, закончились, теперь все было по-серьезному. Те, кого я не пропускал, всегда начинали задирать меня, так как я выглядел юным и безобидным. Но настало время противостоять своим страхам. Это были ребята, напоминающие тех, которые избивали меня в школе. Стоя перед агрессивными, пьяными, кричащими мне в лицо посетителями, я оказывался в ситуации, когда нужно было защищаться или убегать. Книги Джеффа Томпсона, которые я прочитал, подготовили меня к подобным нападкам. Конечно, я чувствовал страх и тревогу, но научился считать это естественной реакцией. Когда дело доходило до настоящих потасовок, меня на первых порах изумляла легкость, с которой можно было победить какого-нибудь дебошира. Я тогда вспоминал одного из любимых супергероев своего детства, Человека-паука. Пока его не укусили, он был тихим, безответственным пареньком. Но на следующий день после укуса, к своему удивлению, он вдруг смог справляться со своими врагами. Нечто похожее я испытывал, когда начал работать вышибалой. В трудных ситуациях я сначала чувствовал сильные психологические трудности. Что же касается чисто физического аспекта таких сваток, все было просто. Я был трезв и знал приемы самозащиты, хотя мне и не хватало опыта. Посетители были пьяные, и как правило не умели драться, поэтому когда они пытались меня ударить, тихомирить их было достаточно просто. Поначалу было нелегко справляться с ситуациями, когда кто-то начинал кричать мне в лицо. Но как только дело доходило до физического противостояния, у меня никогда не возникало проблем. Благодаря этому я стал гораздо увереннее чувствовать себя в других случаях. Например, при обсуждении договора аренды квартиры с грозным на вид хозяином. Когда вы знаете, что можете постоять за себя, то воспринимаете все совершенно иначе. Если разговор вдруг перерастает в перепалку, вас это уже не напугает. Это помогло мне справиться с воспоминаниями об издевательствах, которым я подвергался в школе, и о том случае, когда меня сильно избили. Я смело смотрел в лицо опасности, и не пытался избегать своих страхов. Если кто-то явно собирался напасть на меня, я делал так, чтобы подобная мысль больше не приходила этому человеку в голову. На основе своих воспоминаний я мог бы, вероятно, написать книгу того времени, как я работал вышибалой. Как-то раз я работал в подвальном баре, Туркс Кэт, а мой друг стоял у парадного входа наверху. Он не пропустил какого-то парня, а в руке у него был бокал, которым он сильно поранил лицо моего друга, после чего попытался убежать. О случившемся я услышал парадцы, парадный вход, парадный вход. Я поспешил наверх. Кто-то показал мне, в какую сторону побежал парень, и я решил поймать его. Догнать его мне удалось только рядом с пабом, Бэт Бобс. И только тогда, когда этот парень вернулся ко мне, до меня дошло, какого он телосложения. Ни хера себе, настоящий здоровяк. Я подумал, блин, что же я наделал? Но у меня не было другого выбора. Мне удалось по-своему объяснить этому джентльмену, что в пабе Туркс Кэт никого нельзя бить бокалом по лицу. И я уверен, что мои объяснения были понятны. Парень, который стоял у входа в Бэт Бобс, был моим знакомым. И пока я был занят упомянутым выше джентльменом, он подошел ко мне и спросил, «Эй, Джон, как дела?» «Неплохо», – ответил я. «Но сейчас я немножечко занят». Я борюсь с парнем, который в два раза больше меня, а мой знакомый решил со мной поболтать. Кто сказал, что вышибалы неприятные и недружелюбные люди? Когда приехали полицейские, оказалось, что они хорошо знают этого здоровяка. И вовсе не потому, что у него раньше были проблемы с законом. Скажем так, он вел себя не совсем так, как приветствуется стражу порядка. И, вероятно, на следующее утро у него состоялся неприятный разговор с начальником. В то время вечерами я работал вышибалой, а днем учился в Дублинском технологическом институте. У меня было много различных планов в отношении своей жизни. Когда я после школы проучился в институте еще примерно полгода, мама предложила мне записаться еще на курсы машиностроения. Не знаю точно почему, ведь у меня в то время не было особой клоунности к математике или естественным наукам. Но мне это казалось интересным. В результате профессия инженера стала мне нравиться. И я получил диплом, с отличием второй степени верхнего уровня. В технологическом институте я проучился 5 лет. Днем и старательно учился, вечерами тренировался, а потом работал вышибалой. Временами это сильно изматывало, но тренироваться мне очень сильно нравилось, нужно было зарабатывать на жизнь. А мама наставила, чтобы я получил образование. При всем при этом я с каждым днем осознавал, что ничего не увлекает меня больше, как боевые искусства. Если бы я мог поступить по-своему, то бросил бы институт и занимался только тренировками. Но я не мог идти наперекор пожеланиям мамы. В конечном счете пошли слухи, что появился парень, занимающийся смешанными боевыми искусствами. Речь шла, конечно, обо мне. Я тогда как раз познакомился с Дэйвом Рошем, который и по сей день остается одним из моих самых близких друзей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Дэйв в то время был хорошо известным уличным бойцом. Он тренировался в клубе, где проводили кулачные бои. И считалось, что он непобедим. Дэйв пришел к нам на занятия в школьном зале на Лоретто-Авеню и решил проверить свое мастерство. Я тогда уже неплохо освоил грэплинг и работал вышибалой. Почти каждую ночь участвовал в стычках. Поэтому, как боец, я чувствовал себя увереннее, чем когда бы то ни было. В ходе поединка с Дэйвом мне в конце концов удалось провести один из самых знаменитых приемов Хойса Грейси – рычаг локтя. Я был ошарашен, когда впервые увидел абсолютный бойцовский чемпионат. На Дэйва же подобное впечатление произвел выполненный мной прием. Эта схватка заложила основу долгой дружбы. Нам сначала нужно было просто немного потрепать друг друга в бою. Примерно 15-ю годами ранее я участвовал в школьной пьесе в том же самом зале. Все это казалось немного безумным. Впервые я встретился с настоящим тренером по джиу-джитсу в 99-м году в Лондоне. Звали его Джон Мачадо. Он был родственником семьи Грейси и одним из самых уважаемых мастеров джиу-джитсу. Возможность потренироваться с ним была для меня большим событием, поскольку на тот момент я, по сути, занимался самостоятельно. У него был черный пояс и высокий дан, а также бразильский акцент, который делал его еще более аунтичным. Я с Робби Бирном прибыл на семинар Джона, и мы были очарованы. Когда Мачадо демонстрировал некоторые свои приемы, так это почти невозможно. Я никогда не смогу это сделать. Но когда он показывал, как именно нужно выполнять тот или иной прием, казалось, что он волшебник. Раньше и представить было трудно, что тело человека способно на такие движения. Более года я экономил каждый пенс, который зарабатывал, преподавая боевые искусства и работая вышибалой. Летом 2001 года, сразу после окончания института, я вместе с Дэйвом Рошем отправился в Лос-Анджелес. Там мы три недели занимались в Академии Мачадо. Это было просто замечательно. Каждый день с утра до вечера мы учились у лучших мастеров джиу-джитсу. В том числе у разных представителей клана Грейси. Нам даже не хотелось уезжать оттуда. К этому моменту смешанные боевые искусства полностью завладели моей жизнью. Если я не занимался ими, то думал о них. К тому времени, когда я вернулся домой из Лос-Анджелеса, я уже решил, каким будет мой следующий шаг. Пришло время найти место, чтобы открыть собственный спортзал. Много контента, которое не будет на ютюбе, будет там. Также ставьте лайки, пишите в директ, буду рад со всеми пообщаться. Также не забываем про поддержку и мотивацию. А лучшая мотивация – это финансовая мотивация. Ссылочки также в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok